Добрый день! Сегодня предметом нашего знакомства является комнатный цветок под названием пелиония. У пелионии очень красивые листья, но в комнатных условиях выращивается всего два вида, хотя в природе их гораздо больше. Одна из них пелиония даво. У пелионии даво имеются голые, довольно толстые побеги, окрашенные в бледно-бурый цвет, а на них очередно расположены асимметричные широколанцетные листочки, имеющие основание сердцевидной формы, а также коротенькие черенки. Поверхность у листьев гладкая, слабогородчатая, а в длину они достигают 4-6 см. Имеют необычную и красивую окраску. Прямо по центру проходит довольно широкая продольная полоса бледного серо-зеленоватого цвета, а по краю листочки окрашены в темный, практически черный, отливающий пурпурным цвет. Изнаночная сторона листа серо-зеленая. На ползучих стеблях образуются корешки в местах, где узлы прикасаются к поверхности почвы. За счет этого происходит достаточно быстрое разрастание во все стороны. Пелиония прекрасная. Имеет меньший размер по сравнению с пелионией даво, а также совершенно иную окраску. Максимальная длина листочков 4 см. На серо-серебристой лицевой стороне листа имеются темные зеленые полоски, располагающиеся вдоль жилок. Изнаночная сторона серовато-розовая. И у того, и у другого вида имеются маленькие бело-зеленые цветочки, собранные в рыхлые соцветия в виде зонтиков и не представляющие никакой декоративной ценности. У растений, выращивая в домашних условиях, как правило, цветоносы обрезают. Это растение непопулярно среди цветоводов, несмотря на то, что оно не очень требовательно в уходе и достаточно часто встречается в специальных магазинах. Наилучшим местом для пелионии является то, которое расположено в глубине хорошо освещенной комнаты. Может выращивать и при полном отсутствии солнечного света, но в таком случае вам понадобится подсветка фитолампами. Растение нормально себя чувствует в полутени и ему не рекомендовано попадать на листву прямых солнечных лучей. Любит тепло, но при этом жара негативно влияет на него. Так в теплое время года ему рекомендована температура от 20 до 24 градусов. С наступлением зимнего периода температуру слегка понижают, но она не должна быть меньше, чем 16 градусов. Хорошо реагирует на проветривание комнаты, но при этом пелионию следует оградить от сквозняков. В течение всего года нужен обильный систематический полив. Для этого используют слегка тепловатую и отстоянную воду. Земля в цветочном горшке должна быть все время слегка влажноватой, но при этом не мокрой. Застой воды в почве негативным образом отражается на корневой системе. Влажность воздуха нужна повышенная. Чтобы поддерживать ее на должном уровне, надо в поддон всыпать немного керамзита, либо гальки и влить воды. А еще необходимо опрыскивать листву не менее двух раз за сутки. Нуждаются в легкой и насыщенной питательными веществами землей. Можно вырастить из семян, а также размножить черенками. Вот наши черенки уже принялись. Кстати, растет она очень быстро. Ее зачастую используют для составления цветочных композиций, либо миксов, состоящих из нескольких различных цветков. Как правило, для их создания используют террариумы, флорариумы, а также бутылочные садики. Выращивают еще ее как ампельное растение в подвесных кашпо, а также и в качестве почвопокровного растения, при этом сочетая с одиночными крупными цветами. А вот вырастить в банке вообще будет замечательно и очень красиво. Смотрите, с добавлением мха, мухоловки, прекрасно она себя чувствует и замечательно выглядит. А я желаю вам удачи, дорогие мои. Всего доброго и до свидания. И если не трудно, подпишитесь, пожалуйста, на мои ролики. Для меня это очень важно. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok